МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Даже местные были удивлены, когда я вышел с такими удочками. Сказал, что я хотел ловить в море треску. Они были очень обескуражены. Опа, поймал, поймал. Поймал. Опа! Николай Алексеев и Алексей Гусев в составе команды диалогов исследуют самое северное континентальное побережье Европы. Николай – профессиональный рыбов-спортсмен, впервые оказался на морской рыбалке. Алексей же бывал в этих краях не раз. Первый выход в прибрежные воды показал, что морскую рыбу можно ловить не только специальными морскими снастями, но и обычными пресноводными. Процесс этот оказался результативным и невероятно увлекательным. Следующий выход в море решили посвятить охоте на палтуса, но от идеи использовать обычные снасти не отказались. Ох, какой лучик радуги. Сейчас ловим сайду для того, чтобы ее поставить в мертвом виде на палтуса. Посмотрим, что из этого выйдет. Вот такой размерчик рыбы на еще больше. О-о-о, хорошая. Весночка? Хорошая мамка, да. Здесь прозрачная, все видно. Разговаривает. По-моему, поел на канале. На самом деле, трофеем это назвать нельзя. Это, как говорит наш друг и хозяин базы, ресторанный размер. Хотя, если сказать, что рыба такого размера не трофея для жителей средней полосы России, можно увидеть удивленные глаза. Крокодил давит. И немножко вонит. Давай, пошла, пошла, пошла. Оп, 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 оп. Стоять. А идет, как кирпич. Чуть-чуть иногда давящий в водную пучину. Ну что, вот покрупнее приманочку поставил, 18 сантиметров. Поклевки стали реже, но крупнее. Все логично, по-моему. Давай, покажись. Покажись телезрителям, кто ты там. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Блин, такое чувство, как будто метров со 150 прешь ее. Вот, что-то там показалось. Лисочка, да. Неплохая. Ай-да, колька. Даже ямаха-то нам не нужна. Багро может? Да, багро. Давай, это... Молодой, какая офигенная трещина. Ну, под 6 килл где-то, я думаю. Такая варежка. Чем больше приманка, тем крупнее рыба. Это однозначно факт неоспорим. Вот такие вот красавицы. Радует чумовыми поклевками. Надо следующую быстрее ловить, пока сточку не сдуло. В процессе рыбалки выяснился еще один немаловажный момент. Помимо размера приманки на уловистость, влияет и ее окраска. Конечно, это не новость. Но вот увидеть своими глазами, как это происходит, удается редко. Рыбы, как мы видим, достаточно много. Приманкой она интересуется. Но вот хватать ее не торопится. Иногда, может быть, одна из сотни слегка пробует силикон на вкус. Совсем редко случается настоящая атака. Приманка с другой окраской также вызывает интерес рыбы. Но она ограничивается лишь обнюхиванием. Очевидно, что в глазах большинства представителей их теофауны имитация выглядит подозрительно. Совсем другая картина с третьей приманкой. Ажиотаж вокруг нее заметно отличается от первых трех. Причем четко видно, что именно возбуждает рыбу. Яркий красный хвост в данном случае выполняет роль триггерной точки. Или, как говорят рыболовы, точки прицеливания. Возможно, такая окраска убеждает хищника, что объект, который он видит, ранен. И у рыбы срабатывает инстинкт. Однако все успевают освободиться от приманки. Во-первых, красный хвост находится далеко от крючка, а все атаки приходятся именно на него. Во-вторых, эта снасть привязана к морскому, толстому и нечувствительному удилищу. Соответственно, сделать своевременную подсечку рыболов, находящийся в 30-40 метрах на поверхности, не успевает. Поэтому сугубо морской снастью совершают постоянные поддергивания, в результате которых рыба багрится или засекается. Чувствительным же удилищем опытный рыболов способен вовремя подсечь рыбу. Еще один любопытный момент удалось снять команде диалогов. Приманка прошла в зоне влияния острикательных щупалец медузы цианией. И вся стая рыб, преследовавшая приманку, разбежалась. Щупальца этого существа густо усажены стрикательными клетками. При их выстреливании в тело жертвы проникает сильный яд, убивающий мелких животных и наносящий значительные повреждения крупным. Для трески оказаться в гуще щупалец равносильно пробежке голого человека через заросли крапивы. Между выходами в море появилась возможность немного осмотреться на месте, где оказалась наша команда. Примечательно, что на этой рыболовной базе все говорят на русском языке. Смотри, тут глубина метров, я не знаю сколько, 7, наверное. Синяя-зеленая вода какая-то вообще просто. Не знаю, вот словами не передать. Просто какое-то зеленое, зеленое дно и рыбы вон стоят. Это, похоже, маленькая треска плавает. Похоже на медузу, я не знаю, как они какие, но похоже, вот какой-то у нее крестик на голове. Может быть, это медуза-крестовик. Ну, вообще, медуза-крестовик считается очень ядовитой медузой. Она маленькая, противная такая. Мне посчастливилось с ней встретиться в Владивостоке. Один раз она меня ужалила, и после этого я два дня в коме лежал под капельницей. Старожилы базы рассказали, что в этом сезоне необычайно много медуз у побережья Норвегии. Удалось увидеть и рассмотреть некоторых представителей этого класса животных. Попались рыболовам и грибневики. Это самые крупные представители фауны, передвигающиеся с помощью ресничек. В работающих грибных пластинках возникает преломление света, отчего они переливаются разными цветами. Николая, как рыболова, больше привлекли другие представители северных морей. Это кто? Это кто такие? Какие-то страшные звери. Что это за звери? Зубатки. А что у них, как у человеков люди, зубы? Офига себе там зубов. А, они вяленые? Пахнут, пахнут вяленой комбалой. Если что. Ну, блин, зубы, конечно, внушают доверие. Доверие. Если такую руками возьмешь, наверное, можно без пальцев остаться. Страшные звери обитают в этих водах. В этот момент наш герой еще не знал, что встреча с живым представителем данного вида у него еще впереди. Я тоже был когда-то молоденьким человеком. Я обожал рыбалку. И когда я видел рыбу, была хоть малейшая возможность закинуться на стекло. Что тебе будет застудить? Безусловно, это дело. Безусловно, это дело. А здесь для этого просто все приспособлено, поэтому не буду тебя держать ни секунды. Давай, тащи ящик. Все, погнали. Опа! Настоящий норвежский магазин. О, какая интересная тема. Я только слышал о них, но ни разу не видел, как она работает. Тест 300-900. Вот такая вот катушка электрическая. В ней есть плюс и есть минус. Подключается к аккумулятору. И просто стоишь и, короче, крутишь. Вроде как говорят, здесь есть различные режимы. Можно увидеть, сколько у тебя лески стравлено, на какой глубине оснастка, на какой дистанции ты уже рыбу тащишь. И даже можно включать автоматический режим. И она электрически автоматом будет давать слабину при рывках рыбы. Короче, все для людей сделано. Почти как снасти здрасте с шуруповертом. Николай, следуя традиции нарушать традиции чужие, не взял ничего из принятых в этих водах снастей. Снасти здрасте в Норвегии. Тестим ультралайтовые спиннинги. Какая-то... Опа-на! Опа-на! Кребу поймали! А за что его брать нужно? За какое место его можно взять? У него еще и ногти есть. Э, отцепись! Короче, настоящий королевский норвежский краб. Вот такую фигуру поймали в Норвегии. Первая рыба на ультралайт. Краб оказался девочкой с икрой. И по норвежским законам она должна быть отпущена обратно в море. Давай, греби уже. Я тебя отпускаю. Пойдешь домой? Ну что, пока, маманя! Почему именно это место мы выбрали для рыбалки? И вообще, почему база находится здесь? Почему вы выбрали, я не знаю. Но я как бы изначально просто попал на эту базу как рыболов. И меня зацепило то, что здесь есть рыба. И, то есть, ты здесь закоренился и решил остаться? Да, и потом случайно получилось, что эта база продавалась. И я решил ее купить. Ты стал ее владельцем. База стоит на историческом месте сто лет назад до революции. Здесь было очень много русских. И они были, то есть, не один десяток лет здесь. Коренные жители, можно сказать, практически. Ну, практически, да. Здесь были поморы, которые с русскими купцами, да, русские купцы продавали, соответственно, рыбу. А поморы ловили рыбу для русских купцов. И здесь кораблями вывозили все. Здесь стояло несколько десятков кораблей, иногда ожидая загрузки рыбы. И это все были русские. Вот эти вот просторы давали возможность накормить. Сейчас дают эти просторы накормить очень много народу. Причем рыба, да, не выращивается в садках. Та же треска, палтус, да, она дикая, она вкусная. Ее хочется покушать снова и снова. И главная задача при ловле палтуса – наловить сайды. Вот что-то уже клюнуло. Немножко извращаемся и ловим на ультралайт. Это она? Я не знаю. Да, правильно. И то есть мы вот такого размера рыбку прямо целую будем насаживать? Конечно. Прям целую? Да, целую. Для кого-то это… Ну что, мне уже нравится. Красавица. На самом деле, то, о чем люди говорят, это вечная проблема рыболова. Когда ты понимаешь, что может сесть крупная рыба, тебе хочется иметь удочку соответствующую. А когда на серьезную удочку садится мелкая рыба, то удовольствия не получаешь. Получается чисто промысловый лов. Ну? Ну, это вам, блин, с Настей, здрасте практически. Тестом до 7 грамм. Это как называется привода? Называется убийца палтусов. Сколько на нее уже вытащено палтусов? Как раз 63 килограмм, 57 килограмм, все мои трофеи были пойманы именно вот на это. Вот на эту? Да. То есть эту конструкцию, ну и, короче, туда вот. Да. Магиевская. Тут еще и скорость есть, да? Да. И передача есть даже какая-то? Конечно, ну ты же ее регулируешь. Как на катере? Скорость, ну, практически. То же самое. Чем больше добавляешь, тем больше скорость. Тем больше рыбы, тем меньше скорость. 56 метров. Да. Правильно? Теперь мы делаем подъем метра на 3. Вот. 53 метра, да? Так, да. И выставляем фрикцион. Так, где моя снасть? Чудо. Выкинули. То есть под нами сейчас 56 метров. Проблематично, конечно, но мы попробуем. Пообедать решили прямо в море, тем более, что было чем. Сайда. По вкусовым качествам ценится не меньше, чем треска. Мясу сайда свойственен сероватый оттенок, а также весьма приятный, необычный вкус. То есть мы будем есть сырую рыбу прямо? Конечно. Никогда не ел, честно. Мне мама говорила, что селитером можно схватить. Одни из наиболее вкусных и полезных консервов, приготовленные из сайды, известны под названием морской лосось. Кстати, еще одним деликатесом этих морей по праву считается белокорый палтус. Его-то и пыталась в этот день поймать команда диалогов. Угадайте с трех раз, кого же выбрала удача. Ничего там клюнуло, не поднимается. Мы в Норвегии, мы с Норкап. Диалоги о рыбалке пытаются достать какую-то очень крупную рыбу. Если сломается ультралайт до 7 грамм, значит, включится с Настей здрасте. Смотрим на работу удилища. Рыба не поднимается. О, пошла. Глубина порядка 50 метров. Груз те же 100 грамм. Силикон. Рыба пошла наверх. Но это, похоже, бигфиш. Однозначно с сегодняшнего дня. Я так понимаю, что он собрал все ульчатки. А ее-то точно. Вот я ее точно. Он вытягивает. Аяши с ногами. Что, вот Ласа? Что сильнее? Что сильнее? Давай, Аяши. Аяши пока в строю. Сейчас мы с тобой вставку тянем, нет? Нет. У меня с рыбой. У него с рыбой, а мы просто так. Статисты. Остальные члены команды решили вначале, что Николай поймал с Настей своих коллег. Но запутались только двое. Чумовая, короче, какая-то рыбина клюнула. А он без нас? Что здесь? Я тебе так скажу. Поймал, отпусти. Там палтус. Там палтус? Да ладно. Кто сильнее? Вау. Не дай ему блатнуть воздуха. Я думал, как карточка не надо эту воздуху кричать. Что делать-то надо, хоть сидел. Ну и... Три. На, на, на. Первый жизненный палтус на ультралай до 7 грамм. И мы это сделали. А взялся, на краешке губы висит. Я предлагаю продолжить и ушатать еще пару штук. Ушатать пару штук, конечно, не удалось, хотя шансы на это были. Несколько раз подводная камера команды диалогов зафиксировала попытки палтусов атаковать приманку. Привлекла хищника и камера, но почему-то никто не догадался повесить на нее крючки. Хотя это и к лучшему. Такой экземпляр мог бы оторвать и камеру, и приманку. Побывавший здесь один раз, мне кажется, сюда будет... Хотеть вернуться каждую минуту, каждую часу, каждый день, каждый месяц, каждый год. Ты просто едешь и кайфуешь. Реально, такие ощущения. Не на камеру вообще никак не передашь. Здесь нужно побывать самому. Увидеть это все. Половить рыбы. И сюда захочется вернуться обязательно. Снова и снова. Я не знаю, это какая-то магия просто, реально. Ты просто стоишь и тупишь вдаль. И тебе больше ничего не надо вот в эту минуту, в этот час. Просто тупо смотреть вдаль. И дышать этим воздухом. Аж мурашки забегали по телу, честно. Ай! А когда мы приедем снова сюда? А, у меня же еще цель осталась. Мне нужно поймать палтуса больше 63 килограмма, тогда я обязательно сюда приеду. Именно на эту базу, именно в эти воды, именно в эти фьорды. Экспедиция продолжается. По дороге домой Павел предложил проверить еще одно перспективное палтусовое место. На этот раз Николай взял морской спиннинг, но зачем-то на крючок пилькера нацепил кусок рыбы. А-а-а-а. А-а-а! ну чё сегодня полный фарш полный фарш различных видов рыб теперь нам попалась страшная рыба этих морей ёшкин кот зуб блин а сейчас я сегодня боялся эту рыбу вообще разглядывать реально пипец а как ее брать зубы как учет она может вверх подпрыгнуть и укусить за руку как ее брать эту штуку какая-то вообще ничего не нереальная просто рыба ази нереальные просто и и и и и и Субтитры подогнал «Симон»